В Дагестане федеральные врачи осмотрели более 400 пациентов с коронавирусом. Прибывшие специалисты консультировали больных, которые находятся в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. За 15 дней они успели побывать во многих районах и городах республики, и теперь, они, оказав всю необходимую помощь, возвращаются к себе домой. О том, как эксперты провели последний день в Дагестане, расскажет Патимат Ханапова. Пик заболеваемости в Дагестане пройден. Такую оценку дают московские специалисты. Поэтому эксперты покидают республику с чувством исполненного долга. По их словам, сейчас уже нет необходимости в их помощи. Мы можем четко сказать, что свою задачу мы выполнили. Мы рады были работать с коллегами из Дагестана. Мы рады, что оказались здесь в самый сложный момент. И мы рады, как вся республика, наблюдать, что усилиями, прежде всего, дагестанских специалистов при поддержке федерального центра, ситуация нормализуется. Это, наверное, самое главное. Это, наверное, главный результат нашей работы. И мы еще раз хотим низко поклониться, прежде всего, коллегам из Дагестана, которые на своих плечах вот эту всю крайне неблагоприятную ситуацию вынесли. На сегодняшний день новый вирус встречается не только среди взрослых, но и у детей. По республике уже 145 подтвержденных случаев болезни. У этой категории протекает немного иначе. Поэтому приезжие медики решили провести свой последний день в стационаре для лечения коронавирусной инфекции у детей. Огромный вклад они внесли в том плане, что помогли нам с коррекцией лечения, помогли нам в плане ведения. Хотя они на сегодняшний день, как мне известно, они остались довольны и нашим лечением, и нашим подходом. Ведь не секрет, что на сегодняшний день, начиная с марта месяца, наши врачи, как заступили в центр коронавирусной инфекции, так и с конца марта и до сегодняшний день, ведь ни один из них не покидал территорию нашей больницы. Отметим, что специалисты провели в Дагестане 18 дней. За это время они успели осмотреть более 400 больных. В основном это были пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Поэтому стратегию их лечения корректировали опытные специалисты из столицы. Ватимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала.